друзья привет сейчас хочу с айгуль вам такую радость рассказать ко мне приехала подруга и мы делали ей зубы вот посмотрите какая она счастливая радостная какие красивые ваши так поломаться показать я потом выставлю было стало вот айгуль расскажи своих впечатлениях сколько тебе просчитали в татарстане сколько ты здесь заплатила как вообще проходил процессе по раз не понравилось сколько времени на это все вообще ушло на прилет в турцию как тебя встретили отвезут поселили и так далее давай так ну в казани мне насчитали почти миллион двести или он стоящим рублей рублей да такие же циркониевые зубы вот потом когда я узнала про нели что она здесь лечила я приехала мы сделали просчет вышло 3650 тысяч 2650 евро примерно если перевести смотря по какому курсу как вы будете покупать евро ну триста семьдесят тысяч по курсу ну плюс еще комиссия там за переводы ну триста семьдесят тысяч грубо говоря вот и миллион двести разница окей циркони вы здесь сделали и там тебе просчитывали да да полностью циркони вы сделали все за 44 что ли получилось за четыре дня да но вообще как будто сегодня последний рассчитывали на пять да потому что я переделывал за четыре дня сделали зубы за четыре дня переделали три раза потому что я приходил домой каждый раз видела что мне здесь не нравится здесь чтобы вы понимали у меня свои зубы были очень кривые друг на дружке где-то надо было брекеты но они говорят мы без брекетов быстренько тебе брекеты мне не ставили потому что у меня были штифты мне нигде не ставили вот поэтому я решилась вот на такие зубки циркони а виниры тоже не сказали нельзя потому что уже все залечены там еще и кривые сильно были виниры жена ровные зубы да и очень торчали у меня к сильно клыки вот прям так торчать что у меня рот не закрывался губы да были чуть-чуть приподнятые вот что получилось сделали все ровненько круто беленько здесь вот айгуль классно упомянула то что они переделывали три раза то есть техник он вообще прям ювелир золотца мурат он красиво очень идеально сделал ей улыбку ну понятно у нее же свои вкусы она говорит там клыки я хочу поменьше не так как все любят вот у меня свой вкус они отлично переделаем там передние я хочу вот так форму вот где десна хочу другую на вниз тоже я хочу чтобы они были у меня немножко не идеально там ровные да где-то в общем натуральные зубы да дело в том что я сначала сказал что хочу как натуральные он не сделал как натуральные ровные первый раз он мне сделал такие как мои только ровные и белые как все любят ну как но они были прям как мои я поняла что я хочу окажется чтобы все были ровненькие чтобы не было вот никаких выпуклости мне надо вот прям чтобы все были одинаковые хорошо он переделал в общем потом я решила что окはいつ мне надо еще их поменьше сделать потому что свои у меня были крупнее и получается вот он третий раз делал все зубки чуть чуть поменьше чтобы вы знали врачи не будут делать вот так тебе один раз сделали вот что сделали то и сделали как ставили такой не вставили они настолько щепетильна относятся к вкусу клиента что ему нравится вот они будут стараться сделать так вот как понравится клиенту они так лишь бы сделать да и отправить то есть то что они так душевно подходят каждому и стараются угодить мне прям очень понравилось я сама говорю цвет переделывала зубов формата мне нормально как бы делали эти нет цвет сразу по цветотипу кожи под цвет волос сказали вот он такой подходит я не хотела желтые серые там мне надо белые это еще не чисто белый это считается желтоватый страна как натуральный но в живую они не такие белые видео вечером в живую натурально видео я смотрю как будто все белые даже сейчас когда мне уже нет падает точно по-другому дневной потом снимешь stories когда сейчас уже поставили по стоянке это я уходил несколько если вам что-то не нравится вы приходите завтра мы вам переделываем если вдруг они конечно смеются но согласились если что вдруг приходите подпилим переделываем весит цвет тебе больно было признавайся очень один раз да когда ты пришла со спиленными обточены зубами и это было вот один день пока тебе было больно когда не эти отпустили без временных коронок на три-четыре часа я помню ты вообще прям страдала пока они делали временные зубы я не ожидал да и он и когда ей подточили все да было больно у тебя наркоз начал проходить и таблетки этого надо одну за другое но это все как бы стоило того и потом временный когда тебе одели до боль ушла помнишь да временами боль ушла ну вот сегодня когда стояли конечно было больновато я сама отказалась от анестезии лучше потерпеть я вообще лечу без анестезии там получается зубы-то все оголенные и не очень чувствительные то есть ты делаешь вдох и прям ну у меня так как воздух холодный да 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 и он мне все получается заморозил потому спокойненько уже все вставил я уже ничего не чувствовала вот ты довольна словом да да я довольна сейчас фотосессе мне там сделать расскажи как ты боялась вообще сюда приехать говоришь я никогда одна не летала чем не делать там как в турцию как я чужую страну одна поеду как это вообще вот это вот можно вообще я сейчас уже когда возвращаюсь в те моменты я думаю как я это сделала вообще не поняла то есть я мне нужно оставить ребенка на столько дней я если дашь куда-то уезжаю это максимум три дня я оставляю маме а это у меня так получилось что и муж гордишь я тут на 6 получается это же твоя мечта причем я купила билеты когда у меня еще не было денег на лечение я не знал где их найду я она мне за один день звонит и говорит мне завтра вылетать у меня денег нет на зубы вот прям ноль да где мне трансформируем не шаблоны чтобы у меня появились деньги на завтра мы весь вечер с ней сидели ну как я и весь вечер читаю за час мы с тобой поговорили она мне утром пишет все нелли я уже в аэропорт лечу с деньгами причем до этого я оббежала все банки мне я-то рассчитывал что мне дадут кредит а мне ни один банк не дал кредита как безработная ни один банк не согласился дать отчаянно я позвонила папе говорю а я вообще не рассчитывала ему звонить на не хотела занимать у близких я говорю папа ты можешь я могу на тебя рассчитывать он сказал да и вот сложилась удача я приехала я помню папу трансформируем да он мне не даст да он не откажет да там то да там все она даже не не видела никаких возможностей даже просто подумать о том что папа может дать я рассчитывала на подруг я думала совсем так соберу по чуть-чуть подруги все отказали приезжу не нужно было тебе так в общем все получилось так как айгуль тебя встретили в аэропорту она все боялась как меня это вообще там получается я приехала на ларгусе у нас доводит до аэропорта это пять часов езды у нас доехала как-то все быстренько я регистрацию прошла села в самолет сюда прилетела вышла из аэропорта уже стоял человек с табличкой с моим именем села машина и он привез меня прям к ней ли да он мой дом и клиника в одной минуте вот напротив из окна машина когда она там зубы делает врачи мне тоже видно все да вот напротив прям клиника вот и обратно тебя потом когда-то завтра завтра как завтра завтра чем завтра приедет машина также айгуль заберет отвезет в аэропорт уже придешь регистрацию и потом из дома будем твоей трансформации посмотреть у нас еще здесь такая работа просто прошла офигенная вы столько поработали надо если вы в общем смотрите это видео и не смотрели еще пять серий сайгуль как мы трансформировали ее ребенка это это просто сказка посмотрите у нас такой сериал вышел еще 6 серия вас сегодня ждет так ну что еще можно про клинику сказать у людей же много страхов каких-то а у нас клинике есть переводчик на русский язык все будут переводить на русский украинский она с украины какой он там еще знает немецкий английский хорошо турецкий переводчик классные то есть вы в процессе работы ну доктора обычно работают молчат что они там турки скажут вот можно сказать комментируете она будет стоять переводить все всю работу переводчик стоит рядом она во время лечения во время лечения и переводит все вот что тебе надо и она на связи всегда была да и через нее общен с клиникой вы можете сделать просчет прислав мне 6 фотографий там определенного ракурса в личное сообщение написать мне ну или под видео я ссылку там на свою личку с аэропорта сейчас я скажу с аэропорта вас отвезут в гостиницу там есть завтраки в клинике если понадобится покормят но обычно во время лечения вам не до еды вообще я все дни практически не кушала с трубочки то попила а нет я вчера ела прям мяша шашлык вчера все поела уже смогла так что в принципе с жильем клиника решает вопрос встречает это все входит 250 евро на билеты тебе подарили клиника 200 дали что ты наличка будешь оплачивать ну тут априори никто с турецкой карты же оплачивать не будет все наличкой оплачивают то есть 450 евро еще скидку с последней цены тебе дали еще мне гарантию дали 5 лет гарантии то есть без проблем приезжай все сертификаты дали еще тебе да да бесплатно супер на импланты они дают пожизненную гарантию то есть можно в любое время если вдруг что-то случится приехать там сертификат дается с голограммой такой если будут импланты айгуль импланты не делал ей нужно было просто весь рост полностью сделаны все зубы были целый да мне просто целый имеется ввиду корни целые а так то они у тебя все были переделаны так что ты хотелось сказать и вот про гарантию а про гарантию спасибо кто смотрел спасибо нелли спасибо